26 ноября в день финала детского конкурса песни Евровидения в Тбилиси и наши коллеги из агентства телевизионных новостей подготовили сразу два специальных фильма. Так вот, сегодня у нас в гостях создатель тоже этого фильма. Нина Мажейко. Нина, доброе утро. И расскажи нам подробности. Доброе утро. И что осталось за кадром? Самое интересное. Доброе утро, ребята. За кадром осталось многое. Есть что показать на самом деле. Я расскажу поподробнее о том, кто мои герои. Давай. Потому что это очень интересная история. Мы решили очеловечить немножко. Этот рассказ, возможно, где-то в чем-то сухой о нашей подготовке. Мы взяли первых, естественно, героев. Мы уже сегодня вспоминали в эфире Ольгу Сатюк. Естественно, с нее мы стартуем. Ну и очень широкая география у нас. То есть мы побывали и в Москве, и в Киеве. В Киеве сейчас выступает и активно гастролирует наш Саша Миненок, представитель Беларуси в прошлом году. Он, кстати, благодаря детскому Евровидению оказался в украинской группе. В топовом проекте. Бенд, топовый проект. Кроме того, он сейчас участвует в проекте, известном вокальном проекте украинском. У группы «Время и стекло». Мы пообеседовали и с ними тоже. Они с большим удовольствием откликнулись на призыв, скажем так, белорусских телевизионщиков. Так что я думаю, что зрителям будет интересно посмотреть, во-первых, как выросли и изменились эти герои. Вот, а им интересно было пообщаться с прессой, потому что многие участники детской героини сейчас совсем не медийный образ ведут жизни. Да, конечно. Я бы сказала, что в большинстве своем они очень охотно, потому что я для себя это объясняю тем, что остается какая-то ностальгия, потому что во время Евровидения к нему приковано внимание журналистов, и где-то, может быть, хочется испытать подобные эмоции, поэтому все с большим удовольствием пообщались. Давайте сейчас куртка посмотрим анонс этого фильма. В одно евро дважды? В Минске это реально. Мы очень серьезно поддерживали идею проведения в Белоруссии. Почему обошли конкурентов? Высококачественная картинка, гостеприимство и, конечно, много веселья. И как напели себе лидерство в общем зачете? Сейчас у меня ломка голоса немножко, но она уже почти закончена. Я вру вообще-то сейчас вам. Первые белорусы на детской евросцене меняют профессию. Готовились. Чем сегодня занимаются взрослые дети Евровидения? Вы это снимаете, да? Записываю. Где сейчас волшебный кролик? Я оказался в Московской консерватории, музыку не бросил. И поворот на 180 градусов в карьере Саши Миненка. Честно признаюсь, я в него даже немножко влюблена. Смотрите «Воскресенье» на «Беларусь-1». Фильм агентства теленовостей. Детское Евровидение в Минске. Назад в будущее. Мы сделаем Европе праздник. В 2018 году Евровидение будет проходить в Минске. Это самая обсуждаемая тема. Может быть, уже есть какие-то такие секреты, которые можно рассказать нам и зрителям, поделиться информацией? Ну, о чем-то, конечно, я вам намекну. Хотя, конечно, такая активная фаза подготовки к этому конкурсу у нас начнется где-то в январе-феврале, когда состоится заседание Наблюдательного совета Европейского учительного союза, когда к нам в Минск приедет супервайзер Евровидения Юнула Сан. Он уже планирует этот визит, хотя сначала должно закончиться Евровидение в Тбилиси, а уже потом, буквально через месяц, приедут к нам. Класс. Вообще интересно, как иностранцы отнеслись к тому, что конкурс пройдет в Минске? Замечательно. Все в предвкушении предстоящего шоу. Все очень хотят увидеть Беларусь. Многие вообще ни разу не были, поэтому они с замиранием сердца буквально. Эти интервью, кстати, у нас тоже будут в фильме, так что смотрите. Класс. Ну, честно, я просто вспоминаю опыт, когда общались на взрослом Евровидении с еврофанами, с блогерами, которые следят за Евровидением. Все подчеркивают, что детское Евровидение в Минске, которое в 2010 году прошло, оно было одной из самых богатых и круто организованных. Оно было на уровне взрослого Евро. Да, поэтому высокие ожидания, высокие ожидания, вот спустя 8 лет, что же покажет Минск. Все предвкушают этот момент. Класс. Спасибо большое. Благодарю. Нина Можейка пришла к нам в студию с рассказом о фильме, который посвящен детскому Евровидению сегодня на Беларусь-1 вечером, да? В воскресенье. В воскресенье. В воскресенье. В 20.10. Да, замечательно. Друзья, не пропустите. Спасибо большое.